здравствуйте это подкаст голоса Америки полет нормальный в котором сегодня мы поговорим о звездных войнах ну не о художественном произведении а вполне реальным и опасным оружием в космосе меня зовут Николай Павлов и в юности я был увлечен космическими сагами комиксами книгами фильмами компьютерными играми о войнах с пришельцами из космоса и на полях школьных тетради часто рисовал причудливые звездолеты и космические истребители но потом я с некоторым удивлением узнал что настоящее космическое оружие выглядит совсем не так и представляет огромную опасность для жителей самой земли меня зовут Олег Кругляков в детстве я очень хотел посмотреть фильм звездные войны но по советскому телевидению показывали их только в иллюстративных целях в таком странном непонятно 5 или 6 копии из кассет в хс и рассказывали при этом почему-то про Рональда Рейгана и странную программу под названием СОИ думаю что мы тоже сегодня коснемся это историческая часть темы космического оружия но для начала наверное день сегодняшний и выпуск новостей самолеты боинг 787 dreamliner проверят после случая с резкой потерей высоты в марте самолет компании летом airlines стремительно начал терять высоту пилотам удалось справиться с ситуацией но в кстати пострадали более 50 человек которые не были пристегнуты пишет рейтерс по данным федерального управления гражданской авиации причиной инцидента стало самопроизвольное перемещение командирского кресла что привело к отключению автопилота известно о пяти подобных случаях на самолетах этой серии ведомство потребовало провести проверки всех самолетов боинг 787 зарегистрированных в а еще семи сотен иностранных бортов авиакомпании проверят крышки переключателей на креслах пилотов концерны боинг и локхед мартин рассматривают продажу совместной космической компании ula стоимость компании united launch aliens или ula оценивают в районе двух трех миллиардов долларов сообщает рейтерс вероятным покупателем может стать компания sierra space основанная в 2006 году космическая компания ula занимается выводом на орбиту таких космических аппаратов как спутники приборы разведывательных миссий и научные зонды по данным рейтерс и the wall street journal боинг и локхед мартин ранее уже рассматривали варианты продажи компании ula но безуспешно миссия nasa neovice завершила свою работу после 10 лет в космосе за это время космический аппарат отправил на землю почти 27 миллионов снимков изначально космический телескоп снимал далекие галактики но со временем его назначение сменилось на поиск потенциально опасных комет и астероидов в солнечной системе однако работа аппарата оказалась под угрозой из-за внешнего воздействия под давлением внешних факторов аппарат стал тормозить и теперь астрономы предполагают что он может сгореть в атмосфере земли уже в этом году подробности о работе neovice читайте на сайте русской службы голоса америки а помогать сегодня обсуждать тему космических вооружений мы позвали человека который на этом съел я думаю не одну собаку и кошку александр григорьев сотрудник голоса америки наш штатный можно сказать соединенно штатный аналитик который знает много и обо всем включая историю политику географию и военное дело здравствуйте дорогие коллеги поговорим о звездных войнах саша добрый день привет саш но для начала все таки не о войнах а скорее новостях которые с этим связаны отмытаем на пару тройку месяцев назад в конце весны 21 мая появилось сообщение вернее заявление при секретаре пентагона патрика райдера который сказал буквально следующее 16 мая россия запустила спутник на низкую околоземную орбиту который по оценке соединенных штатов скорее всего является противокосмическим оружием способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите это была цитата представителя пентагона насколько серьезно можно это расценивать обвинения в последнее время взаимные звучат все чаще и также резко как они звучат их также резко опровергают в москве александр как ты считаешь стоит нам бояться бояться стоит безусловно просто пока мы не знаем чего толком бояться я тоже в детстве любил научную и ненаучную фантастику все эти полеты к далеким созвездиям и прочее 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 кроме того я люблю всякое старье вот недавно я купил очень старый журнальчик конца 50-х годов американский там была такая статья про ракетную базу на луне с которой ракеты будут запускать по земле соответственно долбать цели на территории наиболее вероятных противников причем эти ракеты будут совершенно невозможно перехватить и отбить и вообще от них спрятаться да то есть конец 50-х годов спутника гагарина еще нету никаких нет звездных войн но человеческий мозг уже в том самом направлении работал а потом советский союз выпустил на орбиту первый спутник который продемонстрировал что америка уже не может отсидеться за океанами потому что ракеты которые доставляют спутник на орбиту они легко достигнут к территории соединенных штатов это во первых во вторых на этом самом спутнике можно действительно разместить какую-то стреляющую или взрывающуюся штуку которая вот достигнет тоже территории соединенных штатов то есть америка не сможет спать спокойно и принципе от появления спутника на околоземной орбите стало наверное таким символическим началом военной эры космоса ну грубо говоря сама эра космоса началась уже с военной эры космоса это все идет рука об руку да вот с 57 года совершенно верно и в итоге что получается сейчас да вот если вот очень кратко объяснить что сейчас происходит на орбитах если мы оставим в стороне там космический туризм мкс и так далее и тому подобное на орбитах сейчас находится порядка там семи семи с половиной тысяч спутников в основном они на низких орбитах потому что ну на низкую орбиту во первых дешевле этот спутник доставить вторых сигнал с этих спутников доходит в семьи намного быстрее ну и собственно сами эти спутники дешевле примерно две трети три четверти вот этих спутников подавляющее большинство вращаются на околоземных орбитах они обеспечивают нас системами связи они обеспечивают нас телевидением они обеспечивают нас навигация в общем делают огромное количество вещей без которых мы уже не представляем нормальную жизнь и от которых значительной степени зависит экономики но естественно военные наверное ну большинство стран мира да потому что военная связь это в том числе спутниковая связь я хочу напомнить просто о том что то о чем говорил олесь о том о чем сказал пентагон днем ранее об этом же сказал представитель сша в оон роберт вуд на заседании совета безопасности он он как раз сказал о том что россия видимо вывела на орбиту противоспутниковое оружие россия знаешь что ответила мы не собираемся комментировать подобные вбросы это вброс был голос америки поговорил по этому поводу со специалистом директором вашингтонского офиса фонда безопасный мир виктория самсон и мы задали ей вопрос о чем собственно идет речь так вот она нам рассказала что на самом деле речь видимо идет о двух разных спутниках и то о чем говорил пентагон и то о чем говорил представитель сша в он это спутник немножечко другой то есть первый спутник который вызвал беспокойство был запущен два года назад называется он космос 2353 который находится на орбите и беспокойство вызывало тот факт что видимо этот спутник может обладать технологии или россия каким-то образом разрабатывает технологию и испытывает технологию который включает себя наличие ядерного оружия или ядерной установки на этом спутнике ну вот речь когда шла о то о чем говорил представитель сша в он речь шла совершенно на другом спутнике и речь шла о спутнике сша предполагала что этот спутник был выведен на орбиту как раз вот 16 мая совсем недавно и этот спутник тоже называется космос как ни странно 2576 он был выведен на орбиту но его идея немножечко в другом как пояснила нам в интервью виктория самсон идея состоит в том что этот спутник видимо обладает какой-то технологией которая способна поражать другие спутники иными словами точечно поражать спутник и беспокойство у сша как раз вызвал тот факт что этот спутник неожиданно оказался на параллельной орбите с американским разведывательным спутником и какой-то момент даже начал сближаться с этим спутником америка не понимала что происходит а что пытается делать россия россия никак не комментировала действия своего спутника но америка это обеспокоило и этот момент вызвал в общем-то немало и беспокойство в экспертном сообществе среди политиков в общем-то это редкий случай когда публично америка заявляла о том что вот россия там испытывает или размещает в космосе космическое оружие но много в космосе кто не понимает что делает их соперник вспомните хотя бы вот этот таинственный боинговский самолет под названием x37b который неоднократно запускался на орбиту летал там до двух лет потом возвращался его встречали на земле в специальных костюмах там химической радиационной защиты что он там делал с кем он там проводил эксперимент или с чем какие спутники догонял и обгонял никто же ведь не знает вот он летал там себе и сейчас кстати продолжает летает летает и я думаю что у россиян тоже есть поводы поломать голову чего это делают но на самом деле традиция очень давнишняя вот мы вспомнили там первый спутник на самом деле да он был не такой невинный шарик который пищал там и всем говорил протягиваем руку дружбы через океан мы сейчас вот начнем технологии развивать для американцев это была вот такая железяка которая могла нести на себе что угодно и это был действительно знак что пора паниковать помните как в самолете там не паникуйте а потом следующий значок паникуйте вот можно было паниковать с другой стороны вывела на орбиту этот спутник баллистическая межконтинентальная ракета r7 что тоже говорил о том что никакими мирными технологиями из покон веку с 57 года не пахло и наконец самый замечательный символ выведение первого мирного спутника на орбиту 4 октября празднуется в россии как что как день космических войск да ну вот я как человек который легалист так по своей природе то есть очень любит читать всякие международные соглашения у нас нет никаких международных соглашений которые каким-то образом регулируют правила поведения в космосе вот если условный российский спутник условно атакует американский спутник и уничтожит его ли сведется орбиты можно ли считать это случайностью или это можно считать военным нападением можно ли считать это казусом бели то есть происшествием которое может быть воспринято соединенными штатами как повод для начала полномасштабной войны или ограниченной войны да то есть мы этого еще ничего не знаем мы знаем одно что в середине 70-х годов советский союз успешно испытал первый раз такую технологию его военный спутник спутник-убийца поразил его старый неработающий спутник подобные эксперименты проводили другие государства мира но есть и много других способов борьбы с вражеской спутниковой группировкой да то есть это может быть ракеты опять же соединенные штаты индия китай возможно россии испытывали эти технологии то есть когда запускается ракета как правило с самолета и поражает свой же неработающий спутник это слову таких запусков по крайней мере ссср и сша в 80-х годах проводили да несколько десятков потом они якобы ввели мораторий все стали исполнять букву закона пока китайцы наконец решили а идите-ка вы со своим мораториями там в каком 2007 или в 2003 не помню запустили вот такую же ракетку и все понеслось снова кубарем с горы есть кроме этого и не прямые способы то можете использовать различного рода лазеры излучения это очень сложно отследить летает твой спутник в обах что-то с ним произошло это иное государство шарахнуло по нему лазером или каким-то электромагнитным волной или чем-нибудь еще возможно перехватить управление спутником забросить компьютерный вирус системы управления сбить систему навигации то есть есть огромное количество методов которые позволяют вывести вражескую спутниковую группировку из строя или каким-то образом затруднить работу соответственно ну в какой-то степени ослепить его войска на земле воздухе на море усложнить его жизнь существования ударить по экономике потому что все эти спутники в значительной степени завязаны на народное хозяйство так скажем многих государств ну и так далее то есть сделать очень большое количество гадостей и на сегодняшний момент нет вообще реальных каких-то юридических инструментов отслеживания этого нет никаких по большому счету способов противостояния а как же договор 66 года простите который запрещает размещение ядерное оружие в космосе то есть размещение любого оружия в космосе на небесных телах и соответственно на орбитах там да ну знаешь любой договор хорош только тогда когда его исполняют а вот когда наступает эра посылания всех дальний космос на дальнюю колозенную орбиту вот тогда уже в общем договор не стоит тех чернил которыми он написал ну кстати интересно что как раз вот эти спутники которых сша виллу речь находятся как раз на низкой орбите не на дальней и кстати как нам тоже рассказал эксперт один из спутников находится на крайней точке низкой околоземной орбите где фактически очень мало других спутников и поэтому этот в частности вызывает тоже очень много вопросов что он там делает и зачем что удивительно лет так 50 назад в 70-х когда группировка спутниковая вокруг земли была гораздо меньше зависимость от нее была ну ничтожная только наверное какие-то военные шпионские цели использовали шума вокруг этого было гораздо больше и активности то есть сейчас мы скорее всего боимся того что может быть а в 70-е народ делал реальные вещи вспомните когда запускали шаттл в советском союзе начали гадать от чего он способен сделать то есть сбрасывать атомную бомбу окей как самолет бомбардировщик на орбите они там измерили его грузовой отсек и поняли что он наверное будет воровать советские спутники с орбиты военные и тогда даже стали оснащать некоторые из новых аппаратов там какими-то пушечками какими-то ракетками чтобы они отстреливали значит от шаттлов если вдруг их начнут захватывать ну кстати да орбитальная станция серии алмаз там был впервые размещен космический пулемет вот а потом товарищ рейган выкатил ту самую сои стратегическую оборону инициативу которую так и назвали звездные войны она совпала вот с примерами популярных лукасовских фильмов и там было куча всего вот сейчас просто читаешь волосы дыбом стают там прямо и лазеры с ядерной накачкой и там какие-то кинетические пушки которые могли разрывать там боеголовки в дребезги и какие-то микроволновые и софтверные меры ну в общем там прямо целый список всего что можно было применять уже для полноценной космической орбитальной войны советское время по телевизору так как я школьником был советское время естественно я видел это по телевизору вот эти ролики изготовленные в сша это с таким ужасом обсуждалось в советском союзе и потом как бы стало ясно что все эти мультики по большому счету не осуществимы на том уровне развития технологий но советский союз тоже испугался вот америка испугалась советского спутника а советский союз сильно испугался американских звездных войн ну да и тоже и начал кстати разрабатывать бураны как вы помните в ответ на шаттлы и так далее но они поначалу испугались а потом группа академиков пришли там к михаилу саргеевичу сказали михаил саргеевич не бойтесь не сделают они этого ничего из списка страшилок вот я вам просто перечислил я выписал себе вот значит самые банальные ракеты космос-космос то есть будем там перестреливаться они хотели перестреливаться в космосе системы кинетического перехвата, лазеры с химической и ядерной накачкой, пучковое оружие, что бы это ни значило, атомная картечь. Кинетический перехват, кстати, довольно интересен. Там речь шла вообще о сетке, которую должны были спутники выбрасывать, чтобы эта сетка металлическая разрезала баллистические ракеты. Она больше на зонтик была похожа. Да, летящие баллистические ракеты. И оно так и пару раз сработало. Американцы пару собственных спутников таким образом распилили. Но смысл в том, что в космосе, казалось бы, да, вот это высоко далеко, и никто не достанет. Поэтому спутники, вот как не смешно это звучит, это самая незащищенная цель, которую можно только придумать. У танков есть броня, там у бункеров есть там бетонный слой, а у спутников нет ничего. Маленький слой фольги, который защищает там, я не знаю, от каких-то пылинок. Но не больше того. А представьте себе, на космических скоростях любая пылинка это уже вид оружия. Она прошивает, пробивает насквозь. И, в общем, это как раз вот тот кинетический способ воздействия. Когда там, допустим, все боятся космического мусора, любой гаечный ключ, который могли уронить астронавты, может вам создать такие проблемы, что мало не покажется. И фильм «Гравитация» отдыхает просто. Так что вот на этих принципах, как вот на одном из способов атаковать вражеские спутниковые группировки, да, основанное вот кинетическое оружие. Вот. Ну, я еще могу там вспомнить всякие там рельсотроны и прочие уже сверхзвуковые технологии. Кстати, они сейчас тоже представляют очень большую проблему для тех, кто озабочен безопасностью не только на Земле, но и в космосе. Ну, вот мы уже упоминали, что США проводили тоже собственные испытания противоспутникового оружия еще в конце 80-х годов. Они сбили там своей ракетой один из своих старых спутников, создав естественно огромное количество космического мусора, который угрожал остальным спутникам. Но в те времена не было еще такого количества спутников на орбите и не было такого количества астронавтов и тайконавтов и так далее. Ну, количество небольшое. Но давайте подумаем, для чего нужны вообще эти системы вооружения на орбите? Понятно, что если брать систему СОИ, систему Звездных войн начала 80-х, это был такой вариант ПВО, да? Ракеты, боеголовки, которые только запускаются или там разделяются на орбите и пытаются достичь вашего воздушного пространства, вот была необходимость их перехватывать, сбивать, либо как-то обезоруживать, что ли, там наверху, вот, прожигая, разбивая, разламывая. Тогда это была совершенно конкретная цель, вот это такая стрельба по конкретным воробьям из конкретных пушек. Сейчас, как сказал Александр, у нас гораздо большая зависимость от всевозможных технологий, которые вращаются на орбите. Это и GPS, и военный, и уже гражданский, это и спутниковое телевидение, это и какие-то энергетические моменты. То есть сейчас тот же Китай, та же Россия, для чего пытаются все это вот разрабатывать заново? Чтобы, можно сказать, сбалансировать то отставание, которое сейчас находится в технологическом плане от Америки. Потому что благодаря вот этим космическим технологиям новым у США есть масса возможностей, как координировать какие-то боевые операции, полеты, бомбардировщиков, истребителей. Все это осуществляется в том числе благодаря спутникам. В том числе благодаря спутникам погоды, которые очень важно напомнить об этом. Да, и спутникам навигации. Я здесь хотел бы сказать, что, в принципе, задача любых вооруженных сил, стратегическая задача, на английском это называется deny and control, да, то есть ты должен контролировать какое-то пространство, какую-то среду, и не давать возможности противнику ее захватывать, устанавливать свой контроль. То, что мы видим сейчас, вот этот этап гонки космических вооружений, это как раз гонка за контролем над спутниковым пространством. То есть, когда вот Россия назвала свои ВВС военно-космическими силами, или когда президент Трамп создал космические войска в США... Кстати, буквально с разницей в три года. Да, да, да. 15-й и 19-й. Да, это вот как бы движение в одном и том же направлении, когда все государства, которые имеют, во-первых, космическое представительство, они начинают серьезно обсуждать, во всяком случае задумываются, предпринимаются какие-то институционно- организационные шаги для того, чтобы защищать свое космическое присутствие, ну и, собственно, подозревая и бороться с иным космическим присутствием. Мы находимся в самом начальном этапе развития космических войск, которые, ну, постепенно, я думаю, будут только усиливаться и усиливаться. Ну, грубо говоря, есть разные среды. Вот есть сухопутные войска, да, есть военно-воздушные силы, военно-морские. То есть мы перемещаемся плавно вот с этой своей земной дурью теперь уже в новое пространство, гораздо более необжитое, гораздо более объемное. То есть это будет космос. И вот там сейчас мечты товарища Лукаса будут, не знаю в каком виде, но воплощаться. По сути, тут тоже вопрос возникает в том, что, как ты правильно заметил, у России уже нету таких ресурсов, которые есть у США. США сейчас, наверное, самая мощная держава в космосе. Да, но вот этот мешок с болтами, если его правильно распылить, может стоить всего Старлинка, который запускал там несколько лет товарищ Илон Маск. Об этом и речь. Кстати, совсем недавно была довольно интересная, неожиданная история. Правда, подтверждения тому, что это было испытание некого космического оружия, нету. Совсем недавно на низкой околоземной орбите, там, где находятся спутники Илона Маска, Старлинки, там, где находится Международная космическая станция, там, где находится Китайская космическая станция. Развалился старый российский спутник, который был выведен из эксплуатации пару лет назад. В результате этого возникло огромное количество обломков. Американское командование космических сил, которые мониторят космическое пространство, сказали, что сразу появилось где-то около 180 обломков, которые угрожали фактически Международной космической станции, где находятся и российские космонавты, и американские астронавты, и астронавты других агентств космических. Да, им пришлось спрятаться по углам и лавировать, чтобы выловировать. Так и было, они выловировали, они больше часа сидели в спускаемых аппаратах и ждали, что же там случится. Попадет или не попадет. Но это, кстати, не первая история на веку МКС, что такое происходит. Я вот вспомнил про этот китайский спутник, который вот они атаковали ракеты и показали, что они могут сбивать и так далее собственные в 2007 году. Так вот, после него насчитали 3000 обломков, и они создают проблему в космосе до сих пор в разным космическим агентствах. Абсолютно. И речь идет о том, чтобы создавать некие улавливатели этого мусора, потому что мусора становится такое количество, что это превращается в угрозу не только спутникам, но, в общем-то, и людям, которые находятся на орбите. Здесь возникает, естественно, возможность для асимметричной войны, ты можешь дешево уничтожить более дорогую вражескую систему, да, выпустить несколько ракет с болтами и с гайками, чтобы они взорвались там на низкой орбите, и, соответственно, вот эти болты с гайками уничтожат всю вражескую спутниковую группировку, включая международные космические станции. Ну и включая свои тоже спутники, поэтому это вопрос такой. Я не знаю, насколько адекватно должно быть правительство той страны, которая решится на такую... Ну, если у лидера какой-нибудь страны чучхе хватает средств, чтобы запустить одну, ну, большую ракету с болтами и показать всем огромную, такую Кузькину мать, всем, кто их обижал все это время, по-моему, ничего такой ход. Конем. Конем еще каким. Ну, кстати, совсем недавно достаточно известный американский конгрессмен, глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер сравнил нынешнее состояние и вот это противостояние в космосе между Россией и США с Карибским кризисом, как ни странно. Ну, я бы здесь Россия и США уже давно не ограничивал. Уже про Китай говорят громко и всерьез, сюда же Индия уже подключается. Я думаю, все, кто уже сейчас обладает такими технологиями выведения на орбиту всяких средств, может в эту гонку включиться. Другое дело, что многие сравнивают сейчас потенциальную возможность такой полномасштабной орбитальной войны вот с потенциальной возможностью ядерной войны. То есть последствия будут практически настолько же опустошительными для тех, кто живет на Земле. Поэтому здесь, наверное, сейчас пойдет не только война технологий или угроз, но война сдерживания. Так же, как сейчас до сих пор, фу-фу-фу-фу, пока работает с ядерными ракетами. Проводились же испытания и СССР проводил эти испытания в размещении взрывов ядерного оружия в космосе и США. Что вообще происходило? Были попытки, насколько я знаю, были проекты, но не было реальных космических взрывов в космосе. А мне кажется, они рванули что-то в конце 60-х. Было, было, конечно. Джонсон... Именно в космосе? В космосе, да, на высоте. И они увидели такую волну, которая электромагнитная пошла. То есть это потенциально еще одно воздействие на всевозможные электромагнитные системы. То есть это разве было в космосе? Это было в космосе. Это был стратошерный взрыв. Нет-нет, это было в космосе, и после этого, собственно... Все перепугались. Все перепугались, и был заключен вот этот договор. То есть если будет взорвано ядерное устройство в космосе, то, естественно, вот этот ближний космос станет на долгое время необитаем для космических аппаратов. То есть мы лишимся всех этих радостей. Это в силу чего? Что там будет какое-то... Там будет излучение остаточное. Естественно, там будут летать всякие обломки всего, чего только можно. Естественно, вот дикое количество спутников будет уничтожено. Количество космического уровня вырастет в разы. И пока вся эта история через неопределенное время не наладится, выпуск новых космических аппаратов на орбиту, вывод, будет, естественно, мягко говоря, затруднен. Поэтому ядерное оружие в космосе – это, наверное, кошмар всего человечества, потому что... Да оно везде кошмар. И не в космосе. И не в космосе оно кошмар. Но, кстати, я хочу напомнить, этот взрыв, это испытание Америкой было проведено над Тихим океаном на высоте около 400 километров. Это выше МКС. Это выше МКС, гораздо, да. И называлась она Starfish Prime. Их испытывали несколько раз. То есть первые два оказались неуспешными, но, по-моему, третья оказалась успешной. Эта попытка была сделана в июле 62-го года. Даже 62-го. Вот. И что самое интересное, что... Еще Илон Маск не успел родиться, они уже испытали вот это все. Взрыв был произведен в космосе над Атоллом Джонсон на Гавайях. И заряд был мощностью почти полторы мегатовано. Один из самых вообще невероятных по тем временам массива взрыва. И взрыв в то время пройдет огромный электромагнитный импульс до такой степени, что, например, на Гавайях на расстоянии около тысячи километров погасли фонари. Вот оценивая потенциальные угрозы для спутниковых систем, вот представьте, ну, вроде бы Илон Маск делает святое дело. Дает нам интернет, свободу коммуникаций. Но ведь это тот самый Starlink, который сейчас используют и в украинской войне тоже. И не все, скажем так, с российской стороны этим довольны. Тот же Рогозин, по-моему, за это назвал Илона Маска мурлом, насколько я помню. Если посмотреть на данные по выводу спутников, то Россия сейчас, несмотря на войну с Украиной, она очень активно выводит на орбиту новые спутники, те самые космосы, под которыми часто скрываются спутники военного. Но Starlink просто много, их уже целая сеть. И что мешает, скажем, Кремлю сказать, что это легитимная военная цель? И вот так вот шандарахнуть, эту интернет-сеть немножко так порвать. Это реально делается. Другое дело, что в таком случае Соединенные Штаты это могут воспринимать как реально атаку и такой космический Перл-Харбор, да, который уже достойен военного ответа. Вот на такой шаг, наверное, нужно идти политикам и военным три раза подумавшим. Ну, я надеюсь, что в руководстве России Дмитрий Анатольевич Медведев остается в меньшинстве. Правда? Надежда есть еще? Надежда еще есть, потому что уж что-то как-то там совсем уж плохо. Хотя Россия использует против Запада и против Соединенных Штатов, наверное, уже все остальные методы. Тут и диверсии физические, убийства и использования. Кстати, были сумасшедшие идеи того же, по-моему, главы Роскосмоса, когда началась война украинская, брать вот эти вот ракеты, которые союзы используются для выведения в космос, оснащать их взрывчаткой и направлять, извините, на украинскую территорию. Была и такая блажь. Не, ну тут уже были заявления о том, что стоит там разбомбить какие-то европейские столицы или там еще что-то. Я не смотрю российское телевидение, но то, что называется интернет, доносят подобные заявления, так скажем, экспертов, в кавычках, которые предлагают какие-то совершенно ужасные методы, не понимая, что обратка прилетит. Да, ответка будет обязательно. Это нас греет мысль про обратки от ветки, но вот смотрите, появляются совсем уж новые экзотические моменты, которые, наверное, предусмотреть и лет 30, и даже 20, и 10 никто еще не мог. Допустим, тоже гиперзвуковое оружие. Если оно летит со скоростью 10 махов, и если его перехватить вы просто тупо не успеваете, а еще если оно маневрирует при полете, вот идет у вас, скажем, в Тихом океане группировка авианосца со всякими сопровождающими кораблями. Ведь эту вещь можно обнаружить, ну, там, секунд за 40, не раньше, а потом перехватывать уже поздно. И нет у вас группировки авианосцев. А болванку-то запустить из космоса, в общем-то, проще простого. Не надо даже запускать ядерное оружие. Она вот прилетит и со своей кинетической энергией все там взорвет. Поэтому вот как бороться с этими методами? Сейчас все ломают голову и бьются о том, как быстро реагировать на быстро летящие цели. Ну, есть дипломатический метод, когда мы все опять подписываем очередную конвенцию, там с какими-то верифицирующими механизмами. Для этого войну сначала закончить надо. Ну, вот это да. Это уже как бы идеальный способ, когда надо договариваться и обещать друг другу, что мы не будем делать каких-то гадостей. Но пока, к сожалению, тут возможны, на мой взгляд, совершенно безумные варианты использования космоса, в том числе для поражения целей на Земле и в море. Да. И во что это может вылиться? Тут только вот можно читать какие-то фантастические романы ужасов. А, кстати, фантастика фантастикой, но мостик с фантастикой просматривается. Бороться с гиперзвуковым оружием, как и несторанно предлагают путем внедрения в военные системы искусственного интеллекта. Привет, товарищ Кэмерон и Шварценеггер. И эта штука теперь должна быстрее, чем наш мозг, реагировать на быстролетящие цели, отдавать приказы, не знаю, лазерам, еще чему-то. И вот тут начинается вот та самая фантастика, которая вламывается к нам просто через парадную дверь. Я помню, что после терактов 11 сентября, это совершенно реальная история, ЦРУ создала рабочую группу, куда пригласила писателей, которые писали романы катастроф, романы о террористах, разведках и так далее. То есть это вот чистой воды гуманитарии, гуманитарии, которые писали всяческие переключения, чтобы темно бросали сценарии возможных нападений на Соединенные Штаты и вот эти сюжеты. Самое смешное, что некоторые из этих сценариев потом были реализованы на практике. Вы пытались их реализовать. Ну, например, один из авторов предложил, говорит, ну вот представьте, что вот рядом с гражданским аэродромом появляется человек в автомобиле, достает оттуда ПЗРК и начинает выпускать ракеты по взлетающим, садящимся лайнерам с пассажирами. Действительно, попытка такого теракта была осуществлена. Может, не надо было публиковать это все? Это уже публиковали после того, что он взял на вооружение. Ну, так что здесь вот мы сейчас наговорим чего-нибудь про болванки и авианосцы. Ну, кстати, я хочу сказать, что про болванки это не то, что мы сейчас наговорим. Я помню, когда-то я был школьником, в те времена были лекторы такие. Нам приходил такой модный лектор, рассказывал про программу СОИ. Он рассказывал о том, что, ну что, говорит, вот Америка тратит миллиарды долларов на эту программу противоракетной обороны. Ну, а что делает Советский Союз? Да ничего, просто выводят болванку. Случайно там совпадают орбиты. А потом по дипломатическим каналам рассказывают, ну, извините, произошел казус. И ведь не докажешь. Не докажешь. А вдруг у них глюк солнечной батареи случился? Или там с двигателем? Ну да. Как, кстати, вот с этим спутником, который недавно сам по себе разрушился. Кстати, очень интересно, что спутники, которые... Списанные. Списанные спутники, они либо сгорают в атмосфере, либо их выводят на орбиту космического кладбища, где находится много всяких аппаратов, которые вышли из строя или выведены из эксплуатации. И она довольно высокая, надо сказать. Ну, вот Саша говорил, сколько там, семь тысяч летает, да? Семь, семь с половиной. Семь с половиной. Это всего, это всего. И из них, говорят, несколько сотен еще с времен Холодной войны летают непонятно каких. Там могут быть такие, знаешь, спящие агенты, как вот засылали когда-то в США, да? Они там язык учили, детей рожали, а потом из Кремля давали задание. Представь себе, что такие же спящие спутники летают, и ты не знаешь, что у них там. Он вроде был там спутник наблюдения за погодой, а в нужный момент открывается там, а у него там, извините, красные зубы. Вот, и начинает всех обстреливать. Ну, там-то надо оставить просто какого-то в пункте управления полетом человека, который там знает какие-нибудь программы типа Фортрана. Да, я думаю, как раз их знают. Что может противопоставить та или иная страна вот развитию таких технологий? Я знаю, что Америка вот недавно довольно успешно испытала какие-то лазерные системы. То есть, ну, лазер вполне такое быстрое и довольно высокоточное оружие, которое как на Земле, так и на орбите способно атаковать какие-то цели. Есть еще тот же самый там искусственный интеллект и всякие эти виды компьютерных каких-то какого-то воздействия. Хакеры, в конце концов, могут включиться в систему, и, не знаю, сломать там всю программу, и спутник сойдет с ума. То есть, на самом деле, там, где есть действия, обязательно появляется и противодействие. Насколько только этот баланс будет поспевать друг за дружкой, чтобы ни у кого не появилось превосходство довольно солидного, да, чтобы все-таки то самое сдерживание, которое мы видим в ядерном вооружении, могло работать и в космическом, чтобы наши с вами страшилки про отсутствие GPS или сообщения о том, какая сегодня будет погода через интернет, чтобы они не отправдались и не сбылись. Вот в чем вопрос. Ну, тут вопрос опять такой, что либо это конфронтация в космосе, либо это попытка какой-то дипломатии. И, кстати, многие специалисты предлагают разные сценарии на этот счет. То есть, сценарий конфронтации многие, в общем-то, стараются исключить и правильно, видимо, делают, потому что Америке гораздо больше есть, что терять в космосе, чем Россия и даже Китаю. Хотя, кстати, тоже довольно интересная вещь. Я недавно прочитал, что Китай активно создает местную систему навигации на основе оптиковолоконной сети. То есть, иначе говоря, закопанных в землю кабелей. Америка только говорит об этом. В Америке фактически все работает на спутниках. И такая же система, она не воссоздается. И, насколько мне известно... Еще одна золотая рыбка у китайцев есть. Квантовое шифрование. Те вещи, которые вообще невозможно взломать и отследить. Так что, если в этом плане они рванут, то, в общем, да, нас ждет очередной Джеймс Бонд. Американцы, кстати, хотят по-другому реагировать вот на такие угрозы противоспутникового оружия, если уж на то пошло. Как тоже заявили в Пентагоне, реагируют на запуск российского спутника. Они сказали, что меняется сам подход к спутниковой группировке. Если раньше спутники были там размером со школьный автобус, и их там несколько лет готовили, потом запускали за миллиарды долларов, то сейчас технологии позволяют запускать вот эти вот коробочки Кьюбсаты сотнями. И если эта группировка, вот как сеть Илона Маска, только еще более продвинутая, будет существовать на орбите, ты выбил из строя, скажем, один кластер, тут же можно переключиться на другой, и не пострадает сама система. А насколько дешевые и доступные и легкие эти спутники, их можно будет запускать едва ли не каждую неделю. Ну да, уже есть спутники размером чуть ли не с кубик Рубика. Ну так и есть, они вот то, о чем сказал Олесик. Да, а запуск ракеты даже, или спутника убийцы, или там матрешки, как их иногда называют, это достаточно дорогое удовольствие. То есть реально кажется, что овчинка не стоит выделки. Ну вот из пушки по воробьям, да, палить по такому количеству мелких целей будет, ну, неэффективно, как минимум. Но с другой стороны, Путин тот же самый, он все время рассказывает, что вот у России всегда находятся какие-то дешевые, более экономичные ответы на какие-то западно-американские приблуды, связанные с обороной, безопасностью и так далее. Вот мы всегда что-нибудь более дешевое сделаем. Я думаю, Россия здесь будет тоже искать такой способ, и не факт, что она его не найдет. Как появится в песне, у нас есть такие системы, но мы вам про них не расскажем. Ну вот так вот, как раз опять вопрос в том, что, а что противопоставить данной ситуации? Как я уже упоминал, некоторые аналитики считают, что вопрос дипломатии, видимо, будет выходить сейчас на первый план, и вот этот разговор о том, что это новый Карибский кризис в космосе, предлагается, понятно, что дипломатия один на один, то есть страна со страной в условиях войны и грядущих выборов в США вряд ли возможно, но, видимо, возможно, какая-то дипломатия не публичная, а можно говорить о том, что вот мы знаем о том, что собираетесь такое запустить, мы знаем, что у вас такое существует, не стоит, может быть, этого делать, и как-то, видимо, пытаться договариваться. Или еще один вариант предлагается убеждать, например, такие страны, как Индия, Китай и так далее, которые тоже имеют значительные группировки спутников, пытаться их каким-то образом убедить, чтобы они, видимо, как-то повлияли, в частности, на Россию, которая, собственно, пытается размещать оружие в космосе, как утверждает США. Короче, кольт и доброе слово все-таки более убедительны, чем просто одно доброе слово. Это еще раз доказывает, что человечество не меняется. Да, ну, да, дипломатия дипломатии, мне кажется все-таки, что принцип сдерживания, он более убедительный, правда. Если на любой кукиш в кармане, в другом кармане появится другой кукиш, вот здесь начнут договариваться. У меня такое ощущение, что только это работает с Homo sapiens. Ну, вот я все жду, когда у космонавтов-астронавтов появятся лазерные мечи, и тогда это будет уже окончательный такой шаг в сторону известной эпопеи. Ну, а пока, как говорили мудрые люди, учите албанский, в данном случае китайский, и начинайте договариваться. Спасибо, Саша, спасибо за участие в сегодняшнем подкасте. Примнес ты нам оптимизм, и мы так воспряли духом, надо сказать. И вот теперь задумались об этом. Я вот когда-то в детстве хотел быть космонавтом, а сейчас я так с ужасом смотрю на это пространство, представляю себе в этом ящике, жестяном на орбите, мне становится страшно. Вот я с глубоким уважением отношусь к людям, которые летают в космос, даже там хоть в качестве туристов, хоть в качестве кого. Я бы хотел пожелать всем, чтобы вот космический туризм развивался, космическая, вооруженные силы как-то остались хотя бы на прежнем уровне. Ну, можно попытаться стать астронавтом или тэконавтом, но только вот китайский надо выучить. Короче, мир, дружба, сотрудничество. Вот это все, что нам хотелось бы вынести из сегодняшнего разговора. А хотя говорили про страшные вещи, про космическое оружие, вот такой вот нормальный полет у нас сегодня получился. Спасибо, Саш, спасибо, Олесь. На этом мы заканчиваем наш подкаст сегодняшний. Я хочу напомнить, что мы выходим раз в две недели по пятницам. Слушайте нас на сайте Голос Америки, на Ютьюбе, в Эпл-подкастах и на других аудиоплатформах. До свидания. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова